Книги они как зеркала, в них лишь отражается то, что у тебя в душе. В тот момент, когда ты задумываешься о том, любишь ли ты кого-то, ты уже навсегда перестал его любить. Люди, у которых нет собственной жизни, всегда вмешиваются в чужую. Подарки делаются от души того, кто дарит и зависят от заслуг того, кто их принимает. А вам, Даниэль, какие женщины нравятся? По правде говоря, я плохо в них разбираюсь. Да в них никто не разбирается, ни Фрейд, ни даже они сами. Это как электричество, не обязательно в нем разбираться, чтобы ударило током. Судьба обычно прячется за углом, как карманник, шлюха или продавец лотерейных билетов. Три ее самых человеческих воплощения. Но вот чего она никогда не делает, так это не приходит на дом. Надо идти к ней самому. Время бежит быстрее, когда оно заполнено пустотой. Жизнь, не имеющая смысла, проскальзывает, словно поезд, который не останавливается на твоей станции. Глупцы говорят, трусы молчат, мудрецы слушают. Тот, кто любит истинной любовью, любит молча, делами, а не словами. Всякая тайна стоит ровно столько, сколько тот, от кого мы ее скрываем. Порой мы принимаем людей вокруг нас за лотерейные билеты, которые служат лишь для того, чтобы осуществить наши абсурдные мечты. У каждой книги есть душа. Душа того, кто ее написал, и души тех, кто читал и переживал ее, и мечтал над ней. Люди любят усложнять себе жизнь, как будто и без того она недостаточно сложна. Телевидение, друг Даниэль, это антихрист. И поверьте, через 3-4 поколения люди уже и пикнуть не смогут самостоятельно. Человек вернется в пещеру, к средневековому варварству и примитивным государствам, а по интеллекту ему далеко будет до моллюсков эпохи плейстоцена. Этот мир сгниет не от атомной бомбы, как пишут в газетах. Он умрет от хохота, банальных шуток и привычки превращает все в анекдот, причем пошлый. У каждого из нас есть секрет, тщательно запертый на все замки в самом темном углу на чердаке души. Иногда воспоминания ранят больнее, чем пули. Иногда гораздо легче говорить с незнакомцем, чем с кем-то, кто тебя хорошо знает. Интересно, почему? Наверное, потому что чужие люди нас воспринимают такими, каким мы есть на самом деле, а не такими, каким им бы хотелось нас видеть. Я не доверяю людям, утверждающим, что у них много друзей. Это означает всего-навсего, что они плохо разбираются в ближних. Слова и поступки, которыми мы ранили сердце ребенка из-за жестокости или поневеденью, проникают глубоко в его душу и обосновываются там навсегда, чтобы потом, в будущем, рано или поздно сжечь ее дотла. Кто не знает, куда он направляется, тот никуда и не прибудет. У вас больной вид, вынес вердикт он. Отравление. Чем? Реальностью. Мало что обманывает так, как воспоминания. Мы существуем, пока нас помнят. Не верь тому, кто верит всем. Едва ли найдется нечто, способное оказать такое влияние на читателя, как первая книга, проложившая путь к его сердцу. Бездарности неучи живут в состоянии вечной зависти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...